Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я решил показать вам прохождение последней игры Amplitude Studios. Мы все ждём Humankind, конечно, но перед Humankind вот была и есть Endless Space 2. Да, много ещё и дополнений повыходило всяких, но я думаю, будет интересно посмотреть для того, чтобы увидеть, что из этой игры будет перенесено в Humankind. Конечно, всё-таки игра про космос, а не про планету, не на планете мы будем находиться, в космосе, и немного отличаться от Humankind будет, особенно, например, в части боёв, там, развития, но тем не менее игра приятная, интересная, я вот посмотрел свою статистику, что я довольно мало Endless Space 2 показывал на своём канале. Поэтому давайте начну прохождение, давайте, новая игра. Я тут уже отметил, выбрал, за кого буду играть и против кого. Взял Единую Империю, потому что, во-первых, это люди, во-вторых, она довольно понятна. Видите, тут даже очень хорошо отмечено, за какие цивилизации сложно играть, за какие легче. Ну, как понять, сложность у всех одинаковая. Просто способности вот этих цивилизаций, ну, даже как-то лучше назвать фракции, что ли, необычные. Вот видите, написано, экспертные. У этой фракции много необычных механик играть ей, если уверен в своём понимании игры. Вот Единая Империя более понятная, тем более для вас будет. У них способности больше на производство и на культуру. Кроме того, как я уже сказал, это люди. Так что будет проще себя ассоциировать именно с Единой Империей. Поставил колоссальный размер галактики. Может, в принципе, было и огромное, но давайте колоссальный поставим. Я уже исключительно боюсь ставить. Плотность галактики средней. Это вот эти всё установки по умолчанию. Форма галактики будет яйцевидной. Сложность игры максимальную ставлю. И так как в играх Endless искусственный интеллект намного умнее, чем в цивили, я больше тут могу реально проиграть. Так что имейте в виду. Ну, скорость игры быстрая, что побыстрее. И в конкуренты поставил абсолютно всех, все фракции, которые сейчас в игре есть. Вот это, кстати, на кале, по-моему, новая фракция из дополнения. На калимы. На калимы. Но не буду за неё играть. Я вот сыграю за Единую Империю. Давайте начинать. Меня спрашивают часто, почему-то не знаю, что лучше Stellaris или Endless Space 2. В теперешней ситуации мне, конечно, больше Endless Space 2 нравится. Потому что современный Stellaris... Не знаю, какой-то про цифры вообще стал. Мне не особо интересно играть. Но вообще это довольно странно сравнить. Потому что одна это пошаговая стратегия, другая real-time, совершенно другие механики. Они обе классные. По-моему... По-моему, кайф в том, что они обе приятные. Единственное, что мне вот в Stellaris с современными патчами, с современным состоянием баланса абсолютно неинтересно играть. Мне кажется, под руководством Императора Провидца Зелеваса мы стали сильной и гордой нацией. Пришло время подняться выше и взять в свои руки собственное будущее. Отправиться к звездам на поиски своей судьбы. Представь себе будущее, которое мы построим. Мы создадим огромные флотилии. Отправим их к великим открытиям. Наши завоевания обеспечат нам достойное место в этой богатейшей галактике. Мы откроем новую науку и новую жизнь. Мы встретим новые народы и превратим их в новых патриотов. Все вместе мы оставим свой след в истории. Ибо когда мы вместе, мы можем стать всем, чего не пожелает наше сердце. За ценой мы не постоим. И не стоит стесняться величия, принадлежащего нам по праву рождения. Чем-то, конечно, похоже на «Бегущий по лезвию». Начало. Итак, тут нам рассказывают про новый контент. «Ныне время великого мира и процветания. Узурпаторы повержены, разногласия устранены, войны окончены. Империя действительно стала единой. Пора пришла... Пришла пора нашей великой нации проложить путь к звездам. Донести нашу великую цивилизацию в иные миры и убедить всех, кого мы встретим, что наш выбор — это лучший выбор». Ну, есть информация о способностях нашей империи. Мы можем использовать влияние, это местный аналог культуры, чтобы покупать технологии строительства и товары на рынке, приобретать влияние за каждое строительство. То есть мы, когда заканчивается строительство чего-либо, мы будем получать очки культуры. Дальше. У нас есть, кроме нашей цивилизации, несколько жителей Юушо. Такие вот дополнительные, как бы, инопланетяне. Дальше. Способности у нас. Мы экспансионисты. У нас минус 25% штраф за чрезмерную колонизацию. Ну, просто кажетам дополнительная планета, дополнительная система будет штраф приносить. Дальше. Мы... У нас 25% вместимости. Это... ...людские ресурсы, когда мы будем перемещать. Это вот тут вот, видите. Вот тут оно копится. Это для... Скорее, для следующей колонизации и для переброски эмбер войск. Ксенолингвистика. Это такое здание, которое мы сможем строить. И оно будет давать плюс 10 производства за каждую планету в системе, за каждую плодородную планету и за каждую умеренную планету. Ну, вы сейчас увидите, что это значит. И, наконец, внепланетный агробизнес. Тоже способность... Это неспособность здания, бесконечные супермаркеты, плюс 10 к одобрению будет просто давать. А, еще, может, договор позволяет использовать дипломатию в отношении малых цивилизаций и пиратской лиги. В общем, вот такая способность. Вот наша система. Да, я хочу отключить обучение. Посмотрим, где мы тут находимся. Вот наша галактика. Ничего пока не исследовано. Вот наши планеты. Мы начинаем с планеты Райя. Вот тут написано. Видите, вот эта планета умеренная, плодородная. Умеренная. И горячая, стилирная. Вот эти две надо будет вначале колонизировать. Вот это аналоги руинок в циве. То есть вот тут можно исследовать и что-то найти. Но мы начнем с сети дронов. Можно, кстати, исследовать и это ставить как бы в строительство. Но можно и исследовать кораблями, чем я сейчас и займусь, в общем-то. Сначала я построю, давайте, на еду и производство. Потом на науку и деньги. Пока так. Особо тут менять мне нечего. Так, у нас есть первый герой. Давайте посмотрим, какие у него способности. Вот навыки героя. Это в системе. Ну и пока его, наверное, или в систему оставить. Плюс 5% к производству. Так, навыков у меня никаких нет. Я, наверное, эти в корабле оставлю. Пускай он летает. Исследует территорию. Так, значит, какие у нас есть корабли. У нас есть колонист. И есть патруль. Вот этим патрулем мы можем исследовать вот аномалии. Но для начала я зайду в проекты кораблей. И поставлю ему больше зондов. Мне не нужно ни защиты, ни нападения тут, на самом деле. Ага. Собственно, больше я зондов и... Больше зондов никуда не могу поставить. Могу еще, конечно, двигатель. Но он заменен какой-нибудь. Я не буду тут... Ну, ладно, можно на защиту, например, что-нибудь поставить. Хотя, зачем убьют, так убьют. Не думаю, я лучше сохраню эти денежки. И теперь... Сначала нам надо проапгрейдить его. Теперь. Вот у нас 4 стало модуля. Хотя, если мы пока 2 можем использовать. Ну и вот тут... Исследуем... Давайте вот эту Корану посмотрим, что тут за аномалии. Ага. Тут у нас месторождение ресурса будет давать, видите, 2 науки и одно одобрение за каждого жителя. А здесь... О, и здесь еще месторождение ресурса тоже будет давать. Одну... Ну, какая-то очень неплохая планета. Мне очень нравится. Так, в принципе, все. Можно... Этим патрулем куда-нибудь лететь. Вот тут, видите... Нарисовано куда... Два... Не знаю, как их... Межпространственных тоннеля можно назвать, да? Так, ну и колонистам... Ну, давайте я сюда полечу. Будем одновременно. Просто дело в том, что я колонистам, по-моему, не смогу исследовать планеты. То есть я прилечу в систему, но я не пойму, где какая планета будет хорошая, плохая. Так, это источник роскоши. Так, герой. Может мне все-таки посадить его... Я вот не помню, честно говоря, в Endless Space... Ладно, я его губернатором назначу. Не помню... Прокачиваются ли герои в кораблях. Вот. Ну, они, конечно, прокачиваются, но... В Endless Legend они прокачивались даже исследуя... А, так, очередь исследования не выбрал. Давайте посмотрю в экран технологии. Вот видите, какой тут. Тут опять же сеть технологий, например. Чем-то похоже на Beyond Earth, но не совсем. Потому что тут как бы четыре сектора. Экономика, торговля, наука, исследование, развитие империи и армия. И способность победить наукой, именно наукой, по-моему, здесь... Что-то надо открыть. Такое, ладно, что у меня уже открыто? Вот, ксенолингвистика открыта. И внепланетарный агробизнес открыт. Ясненько, давайте... Ну, ксенолингвистика, кстати, классная штука. Я бы, наверное, ксеноиндустриальную инфраструктуру построил. Когда планеты... Так, гиперий добывать. А есть ли у меня вообще в этой системе... Ну, он нарисован. И титан, и гиперий. Но мне, наверное, нужен титан, в первую очередь. Для постройки... А, уже можно использовать. Нет, как раз вот уже можно использовать титан. Хорошо, а тут если я открою гиперий, и могу еще строить улучшение системы промышленности. Межпланетарную транспортную сеть. Тоже на производство. Ну, давайте, наверное, начну с плазменной металлургии. Потом что-нибудь научное хочу. Вот, тоже. Смотрите, на заплодородную и умеренную дает по 10 науки. Тоже очень круто будет. А тут вспомогательные модули и колонизация средиземноморских планет. Тут не все планеты сразу можно колонизировать. Ведь тут отмечена, например, вот колонизация саванных планет, засушливых планет, снежных планет. Не все сразу, как говорится. А вот тут на еду, да? Давайте потом на еду откроем. Пока так, три техи поставлю. И здесь вот тоже интересная система с правительством. Вот это у нас сразу работает. 10% промышленности для постройки системных улучшений в конце преобразуется в пыль. Пыль это аналог денег. А не просто типа в пыль. Все стерто в пыль. Забудем. И тут можно принять еще один закон. Вот эти бесплатные, как я понимаю, пока будут. Но дальше законы будут потреблять культуру. Это дает плюс 20 одобрения, но при этом минус 10% производства. Неохота. Вот это плюс 3 науки зажителя, но минус 2 одобрения. Давайте вообще посмотрим, что у нас по одобрениям. Тут 50% и общие 50%. Мне кажется, хорошо, а акт о суперналоге плюс 3 денег, но минус 20 одобрения. Давайте попробуем осторожно сессия. Посмотрим, насколько... Ну, точнее, как посмотрим. Я могу сразу сказать, что 3 жителя это будет минус 6 одобрения. Да? Минус 6 одобрения, но при этом плюс 3 науки. А науки у нас идет сейчас? Ну, почему я? 22 науки. Давайте посмотрим. Потому что минус 6 одобрения, это не будет сильно... Пока не скажется на нашем развитии. Давайте приму. Смотрим опять. Вот, минус 44. Это все удовлетворяет. Тут есть градации. Там удовлетворительно, хорошо. Там, по-моему, такие градации. И если не изменяет память, то когда будет меньше 30%, тогда хуже станет. То есть будут определенные штрафы в городе на производство... Нет, на еду и культуру, а в империи на науку и деньги. Ну вот, теперь можно, пожалуй, и ход завершить. Глянем. Ну вот, еще тут ресурсы у нас накапливаются уже. Или не накапливаются. По идее, уже должны накапливаться. Или нет? А, вот эти... Я эти еще системы не колонизировал, которые будут накапливаться. Где у нас... А где у нас сгиб? Вот у нас сгиб. Короче, мне в первую очередь, мне кажется... Хотя, блин, а тут ресурсы роскоши. Мне вот это больше нравится планета. Потому что она умеренная и плодородная. Сразу. И тут и производство больше, и еды больше. Надо будет вот эту колонизировать. Ладно, посмотрим, что мы тут дальше будем делать. Давайте пока начнем, наконец, исследование. Начнем исследовать... Просторы. Ну вот, видите, я прилетел сюда... Гиена. Большая, пепловая, неблагоприятная. Огромный, горячий. Газовых гигантов мы вообще не можем никогда колонизировать, в принципе, по-моему. Мы сможем потом из них что-то как-то производство выкачивать. Но, в принципе... В принципе, мне тут планеты не очень нравятся. Или я могу все-таки сразу... Я вот не помню, честно говоря. Но мы все равно еще не долетели в эту систему. Ладно. Продолжаем. Наш ход. Так. Вот это квесты. Тайное восстание. Вы думали, что восстание осталось в далеком прошлом, когда вы избавились от графа Анатова много лет назад и наконец-то объединили империю. Ваше сердце замирает. Неужели Лена, ужасная и неблагодарная Лена, все эти годы плела против вас этот дьявольский заговор? Опять русские что-то, да? Планируют. Или это был Хадри, так называемый первый защитник Хадри Ленка, который всегда был так близко и в то же время так далеко от трона. Ну, в общем, это начинается основной квест вашей фракции. В отличие от Endless Legend, здесь завершение основного квеста фракции не позволяет выиграть игру, но даст очень солидные бонусы. Вот тут вы можете выбирать, каким путем решать квесты. Пока... Ну, это влияет на самом деле на награды. Вот видите, тут мы можем получить двигатель и каратель, это будет плюс 10% урона на все наши корабли, ну, когда мы будем его ставить на корабль. Либо получить аванпост, оплот предателя. Ну, аванпост это то место, которое потом превращается в нашу колонию. То есть, как появление города, считайте. Либо вот такой эффект, плюс 40% еды планету с аванпостом. То есть, аванпосты будут быстрее превращаться в колонии. Я начну с аванпоста. Вот сразу, чтобы аванпост у нас появился, надо скопить 600 пыли в нашей империи. То есть, 600 денег. Это путь производства. То есть, это еще повлияет на то, что... Когда мы выполним этот квест, то в Сенате промышленники получат преимущество. Это пока я не буду с этим разбираться вам, рассказывать, показывать. Я думаю, что тут у вас... Тут очень много всяких возможностей еще впереди. Так. Давайте, что у нас тут. Я пропущу эти представления. Вот так сразу хочу посмотреть. Неблагоприятное... Лавовое... Мы лавовые не можем колонизировать. И, собственно, замороженную планету тоже не можем колонизировать. Собственно, в этой системе нам делать нечего. Мы можем только... Я так понимаю... А, и здесь все неблагоприятные планеты. То есть, видите, нам надо открывать техи, чтобы эти планеты колонизировать. Ну, я немножко ошибся. Ну, как ошибся? Я же не знал, как сгенерирована карта. Конечно, лучше бы я сюда слетал поселенцем, а сюда слетал скаутом. У меня тут скаутом даже нечего... Вот тут будет еще аномалия, но он, опять же, феномен они тут называются. Но оно открывается только когда... Постепенно... Видите, требуемые силы экспедиции 2. Со временем я поставлю другие модули, там техи откроются. Только тогда смогу это все исследовать. Ладно, давайте полетим дальше поселенцам. Исследовать следующие системы. Что у нас в системе Геракла? Маленькая токсичная. Огромная снежная. Крохот. Тоже ничего не могу из этого колонизировать. Я, наверное, обратно вернусь. Да, я еще могу... Кстати, я вот это забыл совершенно сделать. Но пока у меня восстанавливается, я, наверное, сейчас вот прилечу скаутом в эту... Нет, знаете, что я лучше прилечу в эту систему и отсюда отправлю. Я могу посылать зонды исследовательские в разные стороны. Не самому летать, а посылать именно исследовательские зонды. Так. Один ход там строится на деньги. Давайте, я просто хочу колонизировать все-таки планеты другие. Так, открыли улучшение системы промышленности. Готово. Хорошо. Сколько будет колонизироваться? Три хода. Вот я бы эту планету колонизировал сначала, потому что она плодородная и умеренная. И построил бы ксеноиндустриальную инфраструктуру. Видите, тут написано, я за то, что строю, например, вот это здание, я еще получу 14 науки. Ой, науки, что я говорю. 14 культуры. Это способность этой цивилизации, вот именно этой фракции. Не думайте, что у всех так бывает. Это за счет... Видите, это 10% от того производства, которое я потрачу на создание. Ну и еще, видите, я вот культуры могу ускорять. Накоплю, например, 224 культуры, могу ускорить. Плюс, вот как тут работают жители. Вот тут у меня два моих, как бы, человека, давайте будем считать. Потому что это единая империя, гуманоиды. А и один Юшо. Вот эти мои ребята дают по одной культуре вход за то, что они на этой планете находятся. А эти ребята дают дополнительную вместимость на стерильной. Вот мне бы их, конечно, переселить куда-нибудь на стерильную планету. Вот эту Корану колонизировать. И сюда этих Юшо пересадить. Потому что они именно на стерильной будут больше давать бонусов. Но пока она не колонизирована, и я даже не могу ее колонизировать. Мне надо для этого открыть технологию фильтрации атмосферы. Так что пока... Игнорируем. Так, здесь, наверное, сюда полечу. И этим сюда. Или... Или... Не, ладно, отлечу сюда. Так, тут построилось... Нет, не построилось еще мозговое... А, это я просто закончил. Я уже этим ходом смотрел. Так, мозговая реальность достроилась. Два хода колонизации планеты. И я начну добывать вот эти... Васильковую плесень. Так, началось совместное задание. Разблокируйте не менее 34 технологии военного квадранта. Вот 9 из 34 уже разблокировано. И кто больше разблокирует, получит 30 эдемского аромата. Даже 60, походу. И технологию какую-то разблокируют. Но я не буду сейчас военными этими заниматься, честно говоря. Это все вместе. Вот когда вместе все соберут 34 технологии, откроют. То потом выяснится, кто из них больше открыл. Тут получат эти награды. Так, два хода до колонизации. Вот здесь, видите, перенаселение. Вот когда вот здесь уже будут появляться жители, то будет минус к перенаселению, к удовлетворению. Видите, у меня пока политические партии системы компенсируют влияние на вот эту осторожную сессию этой способности. О, ну вот у нас новый уровень за счет постройки зданий. Ну, я бы ему что-нибудь на производство давал. Так, это способности, по-моему, фракции. Это способности самого героя. А это способности советника. Урон на флот. Плюс пять. Ну, кстати, плюс пять монет. Можно взять, потому что мне на квест там надо быстрее насобирать монеты. Тут культура. Поглощение щитами. Производство. Нет, давайте я вот это возьму. Производство еду на жителя с каждой планеты. Это все-таки, извините, уже нормально будет. Это четыре, как минимум, четыре еды и четыре производства. На каждого жителя. Нормальненько, нормальненько. Так, растем. Тут летим. Хотелось бы не тратить пока монеты. Все-таки 600 надо накопить. Так, все на биологию открыли. Это все у нас на науку. Тундровые планеты можем колонизировать. Давайте дальше выберем техи. Вот это какая у нас среди земноморских? А где у нас снежные? Кстати, у нас есть снежные, степные, саванные, засушливые. Встаньте первым властью на 20 улучшения звездной системы в империи. Это не сейчас. Пожалуй. Давайте я, может, эту все-таки открою. Ну, вспомогательный модуль с другой стороны. Нафига мне вспомогательный модуль. Одобрение. Ксенология. Тут культуру можно будет повыше брать. Тут вспомогательные модули на гиперии и на титане. Вот титановые зонды и гиперевые зонды. Знаете, давайте я вот это открою. Машины бактерий. Следующее. Я заменю зонды в... Вот тут вообще... Вот эта туманность, она дает определенный эффект. Она будет в наших... Вот конкретно это, если в моих границах, то дает плюс 50 золота в ход. И в космических битвах плюс 5 золота за каждый корабль, оставшийся в строю в конце сражения на флот. И плюс 25% дополнительного опыта на флот. Но я вот не очень... Я не помню конкретно, это если битва только здесь происходит или если она в моих границах. Мне кажется, если именно конкретно здесь битва происходит. Да, блин, какая-то фигня пока находится. Я даже ничего колонизировать не могу. Даже просто. И меня не просто выбрать. Ну вот, видите, тут подписаны... Вот есть такие пустые кружочки, значит, эти планеты невозможно колонизировать. Те, которые возможны, видите, они вот такими закрашенными кружочками видны. Так, солнечную эту открыли. Ну вот, то, что мы можем второй уровень технологии науки открывать. Тоже нам, как бы, говорит. Так, давайте, да, ксеноиндустриальную инфраструктуру. А потом колонизирую еще и эту планету, пожалуй. Ладно, посмотрим, как тут дальше пойдет. Мне кажется, колонизация планеты немножко снизит одобрение. Если я ничего не путаю. Так, напищу и дальше машины бактерий. Так, надо что-то сразу в очередь ставить. Желательно в Endless Space 2 ставить всегда все в очередь. И строительство, и исследование. Потому что пропадет тогда у вас и производство, и наука. Сейчас надо решить, что 25 монет за уровень системы и 3 монеты за жителя. То есть, межгалактический супермаркет. Либо 3 монеты за жителя, за планеты с ресурсами роскоши на планете. Наверное, все-таки многопотоковый менеджмент, пожалуй, я следующим возьму. О, малую цивилизацию нашли. Пульсос. Или пульсос. Пульсос. Мудрецы и умельцы. За обнаруженный феномен на систему дает одно производство. Это они у вас жить будут. Мы их можем с ними подружиться. У нас как раз, по-моему, способность моей фракции... За культуру дружить с этими цивилизациями. Так, что мы нашли? Одна из планет системы, на первый взгляд, кажется бедной и безжизненной. После второго, более тщательного сканирования, выяснилось, что вся эта планета голограмма. И что под этой хитроумной маскировкой что-то прячется. Так. Проанализировать. У нас тогда будет минус 10 науки в течение 10 ходов. Ну, я хочу проанализировать. Через 20 ходов мы найдем технологию. Так, больше тут... Не, вот еще есть. Так, тут что? Просто 25 влияния получили. Ну, и вот это аномалии на планетах. Есть положительные, есть отрицательные, есть... Как, типа, положительно-отрицательные. Вот это положительное зеленое. Будет 3 производства... Плюс 3 производства за жителя. Это дает плюс 1 науку, но при этом минус 1 денежку и минус 2... 2 поддержки за каждого жителя. И вот здесь плюс 2 денежки, плюс 1 поддержку, но при этом минус 2 науки. Все аномалии можно в будущем будет убирать. На самом деле. Это будет такая... Ну, это в техах открывается. А, еще и 20... 20 гиперия. Это вот то, что голограмму мы открыли. Еще и 20 гиперия просто получили. На ровном месте. Так. Колонизировано. Повлияло ли это на удовлетворение? Да. Плюс 2 стало давать за планету. Отлично. То есть я могу на самом деле перебрасывать тут между планетами жителей, но в данном случае мне выгоднее тут держать. Вот этого я бы потом в пепловую пересадил. Так, сейчас пока на производство. Ну, вот тут видите, планета и плодородный я бы тоже следующее это построил. Так, давайте посмотрим, как мы можем контактировать с этими фракциями. С пульсарами. Можем польстить. Ну, с ракет как-то многовато пока. Многовато. Вот, когда мы будем оказывать помощь, можем ее ассимилировать. Вообще. Кстати, они живут на планете, которая нам пригодна для жизни, я так понимаю, да? Да. Хотя не, пепловая. Пепловая мне, мне кажется, непригодна все-таки. Так, вот теперь я отошлю два зонда, чтобы вам показать, как это работает. Давайте один сюда. Вот он будет в течение шести ходов лететь и открывать все, что он видит. И один сюда и три хода. Мне просто надо вернуться апнуть. Мои зонды будет, скорее всего, за Гиперией. Ну, хотя, офига мне сюда посылать, если у меня сейчас туда приедет корабль, мой поселенец туда прилетит. Да, давайте, наверное, сюда, хотя я думаю, что там ничего не будет. Но мы можем что-нибудь все равно встретить. Так, и этот корабль отправляю в мою систему для апгрейда обратно. А этого поселенца сюда полетим. Смотреть, что... Надо понять, какие у нас солнечные системы ключевые, которые я просто обязан заколонизировать обязательно, чтобы они были как тактически важные точки. Операция взлома... О, это в одном из дополнений было... Добавлено. Я уже забыл, как эта фигня работает. Но это хор теней есть такая фракция. У них вот это... У них вообще, по-моему, через это идет развитие. А на что тут этот взлом влияет? Я в упор не помню, честно говоря. А, ну у нас тут, в общем-то, некуда пока посылать этот взлом. Это надо, когда вы кого-то встретите. Или можно сюда. Чтобы задать веху или цель операции, оценичное время успешного завершения взлома. 7. Трансмиграционные маяки. А, маяки можно будет. Давайте я... Сюда. Сюда. Сюда и сюда. Пускай. Но, видите, добавляется. 10 ходов все это будет делаться. Пускай работает. Это защитная программа. Но это... Это не для моей цивилизации, на самом деле. Это прям только вот если к ним... Ладно, я пока не буду задавать. Я лучше, наверное, какую-нибудь цивилизацию и туда буду взлом проводить. Смысл у меня тут пока к этим малым фракциям лезть? По-моему, никакого нет смысла. Так, пыль пока копится. Санте первым, кто возьмет под контроль как минимум 4 звездных систем в одном из созвездий. Ну, как видите, уже 4 звездных... Ну, 4 звездных систем в одном созвездии. Это не просто 4 звездных систем. О, пиратов встретил. Нет, не встретил. Но мне сообщили, что у них тоже есть возможность. Вот созвездие... К сожалению, тут мне пока не видно. Я еще не открыл созвездие. То есть у меня будут вот эти солнечные системы складываться в созвездие. И если вы контролируете это созвездие, вам тоже определенный бонус сдаются. Но пока я не могу этого показать. Кто-то уже, прикиньте, уже 4 солнечных системы заселил. А я даже, ну, в принципе... О, кстати, а это кто? Это пираты все-таки? Или... А, нет, это я тут... Вот тоже не могу. Две планеты нашел, которые не могу заселять. Вот средняя тропическая, кстати. Кстати, ничего такая вроде. Слушайте, ну, у меня тут... Вот это главная система, которую мне надо обязательно заселить. И это будет моим авант... Ну, таким... Ну, тут токсичная, ледяная и снежная. По-моему, я где-то там видел снежные планеты. На заселение. По-моему, вот тут она была. Нет, степная. Вот, снежная. Вот, поставлю это в очередь. Мне снежную планету надо заселить, чтобы... А вот тогда я вот эти системы все закрою для пролета моих каких-нибудь возможных соседей. Так? И, в общем-то, мне поселенцам можно сюда прямо и лететь. Похоже. Новая, малая цивилизация. Ну, это, видите, вот это я открыл... Этими. Первый контакт. Так, а они что дают? Плюс две еды. Минус 0,5 очки истощения за ход на планету. В упор не помню, что за очки истощения. Ну, пока не буду тратить культуру на них. Вот. Видите, у меня летел мой... Модуль. И открыл... Как раз вот здесь эту малую фракцию. Уже за один ход колонизируется планета. По-моему, отлично. Так, давайте я хочу найти, где у нас еще... Так, а какая-то пепловая, да? Где у нас пепловые планеты колонизируются? Поиск тут довольно удобный. Удобный пепло... Вот. Вот колонизация пепловых. Это я следующим открою после снежных тогда. Отлично. Ну, как раз следующие уходы машины-бактерии откроются. И я... У меня как раз прилетит. Ну, пока у нас лидируют промышленники. Вот эти все выборы. Если у нас постоянно будет одна и та же фракция, то постепенно будут открываться ячейки. Так, подробнее о населении. У нас три. Ой, тут Юшу один появился еще. Ну, я вот всех Юшу туда на пепловую выселю, конечно же. Конечно же. Так. И что я еще хотел глянуть? Наверное, пока больше ничего. О, а вот тут у нас, смотрите, появились пираты. То есть, здесь я уже не могу. То есть, мне надо будет построить сейчас какие-нибудь военные корабли. А военные корабли я даже, по-моему, не построил, не открыл еще. Ну, вот, эффект события. В одной из систем вашей империи, Корана, которая определяется как милитаристская и научная, произошло заметное повышение рождаемости. Эта тенденция особенно сильна среди хорошим. Почему? Ну, вообще у нас не было такой цивилизации, на самом деле. То есть, у нас появилась новая... О! Новая фракция. Тут, кстати, у меня автоматически идет распределение. Ну, я бы на еду поставил. Пока, чтобы быстрее все росло. Или на производство, слушайте. 150, 759. Одинаково. А на деньги всего плюс 2. Ну, как бы я просто хочу быстрее на... Ну, я в следующем ходу... Нет, не в следующем. 600 пыли еще не... Нет, давайте на еду пока. Пускай быстрее. Растет так. Государственно-частное партнерство. Горячее и на каждую планету. Ну, просто плюс 5 еды, да. Вот это чудо. Но, по-моему, это чудо... Да, это свое чудо, которое каждый может построить, только одну. За уровень системы, за первоначальное население системы. Система... Фигическими... Ну, да. Вот это давайте еще межпланетную транспортную сеть сделаем. Плюс 10 пока не стоит. За уровень... Ну, просто плюс 25 будет. А тут будет плюс... 15. То есть это повыгоднее, но... Это и строится 3 хода, а это 1 ход. Ладно, давайте, наверное, экологические фермы. Что значит за уровень системы? Я поясню. Тоже. Знаете, тут довольно много всего... Очень непонятного. У вас накапливаются ресурсы. Вот они. И вы можете... В отличие от Endless Legend, они не запускаются здесь. Вы эти ресурсы используете для повышения уровня системы. Но! Для того, чтобы... Вообще, вехать в ослепи... Уже была возможность это сделать. Мне надо 3 технологических стад... 3 технологическую стадию открыть в квадранте экономика и торговля. Вот мне в технологиях надо открыть вот эту следующую стадию. И я смогу на один уровень повышать свои системы. Тогда я вам покажу, собственно, как это делается. Это очень выгодно. Это обязательно надо будет, конечно же, делать. Ой, зря я сюда полетел. Надо будет вернуться. Я забыл, что у меня тут автоматом стоит. Так, давайте апнем... Патруль. Я открыл, видите, модули титановые и гиперии. Они так, как у меня только гиперии пока есть. А он, кстати, и повыгоднее будет. Видите, у титана восстановление один ход, правда, быстрее. Но зато запаса зондов и обзора меньше. А тут и запаса зондов больше. У меня сейчас будет 6 зондов. Я сейчас это поставлю. У меня будет 6 зондов, получается. Применяю. Теперь апгрейдю... Апгрейдю вот этот... Видите, два гиперии 58 денег. О, и у меня еще и обзор повысился. О, вот это отлично. Я вот это точно в свои границы смогу когда-нибудь получить. Давайте, наверное, прямо отсюда запущу еще зондики. Сюда. У меня три зонда есть. Сюда. Они постепенно восстанавливаются со временем. И сюда. И полечу исследовать дальше системы. Блин, мне надо открыть военные корабли. Они тут где-то находятся, по-моему. Да, вот они. Оставлю в очередь 10 ходов. Ну, мне надо как-то с пиратами просто, иначе это трындец будет. Они мне не дадут житья. Так, официальная поддержка промышленников. Ну, тут они победят, конечно, на выборах. Одна планета только. Видите, с каждой победой у них повышается уровень. Чем больше опыта имеет партия, тем более сильные законы вы можете принять. И тут у меня появились, так сказать, новые законы. Но, правда, ячейки... Нет, ячейки я вам наврал. Ячейки, по-моему, в техах открываются. А вот законы... Более крутые законы именно от опыта партии. Так, уровень. Я, наверное, дальше ему дам... Еще два производства и две еды от жителя. Вон, губернатор системы у нас тут. Давайте я перекину несколько сюда жителей. Или пускай автоматом он делает. Ладно, у нас автоматом он говорит, что тут надо жить. Ладно. Раз говорить надо там жить, будем там жить. Так, тут я на деньги делал открытие. Ну и продолжу это делать. Так, кораблями. Опа. И возвращаемся обратно. Я просто сюда летел, чтобы колонизировать планету, но я даже еще не открыл эту теху, чтобы ее колонизировать. Так, тут науку мы открыли. Как у нас теперь с наукой? 159. А помните, было 22 всего лишь, да? А уже 159. Ой, здесь еще... О, мне надо быстрее корабли открывать, ребята. Иначе... Слушайте, а вот в этой системе хорошо, какие у нас тут планеты. Пепловая, горячая, пустынная. Крохотная, пустынная. Минус 2 к науке. Блин, может пустынные? Давайте откроем. Пустынные... Ну, возможность колонизировать пустынные планеты, я имею в виду. Так, и где у нас это? О, следующая, аж, да. Это не скоро. Это не скоро. Так, на пыль. Можно будет построить, кстати. И следующая у нас на одобрение и вспомогательные модули. А, ну тут я, в первую очередь, снежную планету пытаюсь открыть. Хорошо. Давайте сейчас вот эти... О, выбор. Гений из системы Корана изобрел чудесное устройство. Прибор, позволяющий в течение короткого времени управлять мыслями и действиями другого существа. К сожалению, изобретатель создал только один такой прибор. Искорее после этого скончался. Вопрос о том, что делать с устройством, вызвал жаркую дискуссию. Либо уничтожить, плюс 10 поддержки на систему и увеличивать политическую идеологию экологи. Либо конфисковать, плюс 100% получаемый опыт. Я бы плюс 100% получаемый опыт героям. Там чувак, чем быстрее он прокачается, тем, по-моему, круче будет. Так, теперь. Тут завершено межпланетарная транспортная сеть. 172 производства. Межгалактический супермаркет. Хочу посмотреть... Блин, 5 ходов. Че так долго-то? Блин, реально долго. Следовательский парк, видите, дает плюс 20% науки и денег. Но только вот это если когда уровень счастья, преданность будет. И 15% если уровень счастья, лояльность. Пацифисты влияние. Пацифист-экологи влияние. Блин, ну я тогда лучше интенсивное растеневодство, пожалуй, следующее построю. Так, и давайте попробуем действительно консоль взлома к этим пиратам провести. Вдруг это как-то на что-то повлияет. 7 ходов будет делаться. Вдруг это чем-то поможет. Ну, я пока здесь останусь, вот так поставлю. Ну, это как бы защита, но это на самом деле для военных кораблей работает. Ну, вообще это для всех кораблей работает. То есть вот через эту систему, теперь, если вы не мой союзник, вы не можете пролететь, не убив мне этот корабль. Пока он стоит, вы должны его убить, только тогда пролетите. То есть таким образом можно контролировать, чтобы никто не пролетал к вам. Но так как это колонист, вы же понимаете, что он не особо силен. Слушайте, ну мы где-то с краю галактики, хотя вот тут довольно много еще места. Там кто-то должен быть. Может попробовать подружиться? Давайте этим польстим. 5 ходов, вот в течение 5 ходов будет на 4 повышаться отношение с этими. А с этими, кстати, и так повышается. Интересно из-за чего. Ну, можно тоже польстить. Теперь, видите, наш... Ну, тоже на 4 стало улучшаться. Если по счету на 2 повышается. Неизвестно. Так, через ход, я так понимаю, что я выполню квест. Да, у меня, конечно, большие проблемы с расселением. Я даже... У меня просто вообще нигде нету рядом планеты для заселения нормальной. Так, снежная. И тут я пепловые открываю. Кроме того, атакующую программу взломут. Можно будет против пиратов попробовать организовать. Программа прикладного счастья. Это вспомогательный модуль на корабле для героев. Ускорение. Новое событие. Хоть горшком назови. Древняя система классификации малых раз привела в ярость религиозную группу в одной из ваших систем. На данный момент эта система уже почти бесполезна. Но официально признать, что требование протестующих справедливости значит создать небольшой кошмар для бюрократов. Блин, либо игнорировать, это будет минус 10. Вообще, по идее, оно никак не должно повлиять на моё это. Потому что терять производство я не хочу. Другой сайт, тут всего лишь минус 15. Мне не хочется терять производство. И тем более повышать влияние религиозников. Я за науку. По-моему, это не повлияет у нас тут. 57 удовлетворения. 57 удовлетворения. Нормально. Вроде пока норм. Ну и вот, смотрите. А, ну тут видите, перечеркнули. Я хотел показать, что я теперь могу снежную планету колонизировать. Но, к сожалению, нет. А вот это пираты уже летят, между прочим. И они сейчас будут нападать на моего колониста. Так, тут никаких вроде... Да, тут я ничего не могу. Давайте я, наверное, отправлю сюда модуль. И пока... Нет. Знаете, я полечу, наверное, этим парнем сюда. Знаете, наверное, колонистам буду отступать. Я не хочу... То есть, они... Я могу просто отступить, когда на меня нападет. Но я не хочу даже этим давать... Не, ладно, я лучше отступлю пока. Постаюсь. Если он нападет, то я отступлю. Так. Ну, на следующий фильтрация атмосферы, да, исследуется. И потом я открою корабли. И давайте следующее что-нибудь на армию. Вместимость... Вот, первоначальное количество очков здоровья на флот. А оружие из Гиперия только в следующем будет, да? Блин, мне бы третий уровень все-таки... Что нужно, чтобы третий уровень открыть? Еще, наверное, теху какую-нибудь отсюда. Ну, сейчас вот откроется фильтрация атмосферы. Посмотрим. Ладно, давайте пока ничего не буду тут делать. Растет население. Да что-то... Что-то к юши размножается у нас. Четыре... Три юша. Хотя этот пацифист на стерильной... Еду. Надо будет на стерильную отправить, конечно. Странно, что никого на Корану не отправляет компьютер. Так, экологические фигуры. Термоинтенсивное растеневодство. Два хода. А, на следующем ходом посмотрю, что еще добавить в производство. Отлично. Вы открыли систему в далеком созвездии. Вы знаете ли вы, как до нее добраться? Ну, это я сейчас квест выполнил свой основной. Так, фильтрация атмосферы. Лотерея роскоши. И, наконец, пепловую планету. Да, могу колонизировать. Аванпост оплот предателя. Предательница Юлинка отказывается говорить, а я слишком юна, чтобы руководить восстанием. Кто на самом деле стал за всем этим, остается загадкой. Так. А ее сестре-близнеца и Виктория нет никаких висей. Ну, давайте я не буду зачитывать, вы уж извините, весь квест. Вы можете останавливать видео и просто читать историю. Я, наверное, ее знаю, я проходил за империю и так далее. Петра Манджукович. Боже, сербы и русские, короче, остались на планете к концу. Так. Хадри. Это нам дадут героя определенного в конце. Я бы Петру, честно говоря, брал. Потому что она и ученый для развития империи, мне кажется, круто. Вообще-то заход империи должна проверить минимум науки 189. Я уже почти близок, по-моему, как раз к этому. Ну, давайте глянем, где тут квесты. 189. Да, это совместное задание. Сколько у меня? 166. Ну, рядышком. Вот. И вот у меня аванпост. Собственно, вот эта сейчас планета мною считаете колонизирована, но она пока превращается в планету. Видите, 14 ходов. Я могу ускорять это дело. Отправлять денежки. Отправить плюс 100% еды. Либо культуру. Ну, почему-то культуру, кстати, не могу. Давайте денег отправим. Чего нет? Пускай быстрее. Видите, за 7 ходов теперь будет. Ну, тут так себе планеты прямо скажем. Вот эта, конечно, крутая. О, вот эта вообще земного типа. Тут еще и аномалия плюс 2. Вот эту надо будет как-то колонизировать. Вообще она недоступна. А, потому что тут пока аванпост. Вот ее надо будет колонизировать. И, кстати, мы пока сюда долететь не можем. Мы не всегда... У нас не всегда будет возможность летать только по... По... Вот этим линиям. Открывается... В научной... Вспомнить бы где. По-моему, в третьей. Червоточины позволяет использовать. Местоположение открывает позволяет... Это вот через червоточины можно будет летать, а... Вот это... Вот, увеличиваю... Вот в варпе. Подождите, может тут все-таки оно открывает? Да, вот... Вот здесь, в барионных щитах мы сможем не только по линиям летать. Но это будет медленнее, чем по линиям. Медленнее все равно. Но, тем не менее, мы сможем летать. Короче, вот сейчас, видите, прилетели мародеры. Они либо наводут на пеня, либо поедут обратно по этому же пути. О, я могу колонизировать. Кстати, открыл пеп... Давайте, наверное, колонизирую. Уже. Я колонистам лучше потом... Первая колонизация. Аномалия залежа минералов и сейсмическая активность. То есть, приземляется наш парень, конечно. Конечно, очень-очень тяжелая планета для выживания здесь будет. Но у меня вот... Да, и, наверное... Единственное, что пираты, по-моему, могут мои эти караваны грабить. И у меня не будет... Ну, давайте все равно. Все равно. Так. Теперь. Что мы будем тут строить? Я бы улучшил... За месторождение ресурса роскоши плюс 5. То есть, тоже будет плюс 10. В принципе. Ну, давайте сначала бесконечные супермаркеты поставим в очередь. Здесь эффективная защита. Открывай. Значит, следующий уровень у меня так... Или... А, открылся. Открылся. Так, по идее, я должен мочь... Во. Видите? Модернизация до второго уровня. Вот я сейчас сюда могу добавить... Для того, чтобы это сделать, я должен добавить сюда один из компонентов. А у меня есть, в общем-то, только васильковая плесень и эдемский аромат. Но они у меня добываются постоянно. И я бы, честно говоря... Блин, такой выбор. И наука как бы классно, да? А с другой стороны, за культуру я покупаю... Могу покупать всякое. Я бы, наверное, все-таки науку сюда поставил. Подтверждаю. И вот теперь я теперь каждую систему могу улучшать на уровень. Я буду тратить на это вот эти васильковые... Васильковую плесень. Вот. Модернизация до второго уровня. Давайте сразу после интенсивной... Интенсивного растеневодства это сделаем. Вот. Разблокирована технологическая стадия. Развитие системы. И тут еще, кстати, испытания разблокируются. Вот тоже надо посмотреть. Например, вот тут. Станьте первым обладателем 20 улучшений звездной системы в Империи. У меня 8 пока. Здесь. Станьте первым, кто построит чудесный исследовательский парк. Парк Вечных и Мир Вечных. В одной из ваших звездных систем. Кстати, можно построить. Здесь исследуйте 50% галактики. Первым я только 6% исследовал. И здесь пока еще не открыто. Кстати, парк Вечных я, во-первых, могу построить. А, нет, не могу. 10 титана не хватает. Но уже 6. Уже 6. То есть через 3 хода я его смогу построить. Но устроится 7 ходов. Блин, долго. У меня пока маловато производства для этого дела. Мне так кажется. Все, напали, кажется. Пираты, нет? А, я ж... Блин, я ж... Колонизировал, я забыл. Можно уже не бояться. Вот, уже радушие. Давайте глянем. Обнаружена враждебная программа отслеживания. Ваша операция в Геракл была обнаружена защитной программой. Программа отслеживания проследит путь вашей операции взлома до системы скорой баллонной щита. В случае успеха последствия могут быть серьезными. Ну, я бы продолжил. Не знаю, посмотрим, что там будет. Так, приближается галактическое переписеление. Хотя у вас есть более важное дело. Воспоминайте, что однажды сказал ваш самый мудрый советник. Великого лидера судят не по его поступкам, а по статистике, которая остается после него. Так, выбрать цель. Станьте обладателем двух кораблей с силой атаки не менее 30. Дадут 30 гиперия. Ну, кстати, я сейчас как раз планировал корабли. Вот следующим ходом я смогу строить. Возможно. Менее чем за 10 ходов произведите. 216 очков промышленности в одной из наших систем тоже вполне. И накопите 545 пыли. Вот это, по-моему, вообще у меня сейчас реально выполнимо. Вот это, кстати, одинаковая награда будет. А здесь? Ну, 30 гиперия, я не знаю. Нет, давайте лучше казна сделаем. У меня как раз это, по-моему, за 3 или 4 хода выполнится. Так, значит, давайте радушие. Что означает радушие? Это малая цивилизация будет поставлять вам небольшую часть своих... Ну, вот конкретно. Мне дают 11 пыли в ход, 2,4 трудовых ресурса и 8 науки в ход. Отлично. Так, лезть 2 хода. А тут когда будет радушие... Давайте, может, еще немножко добавить. Хотя, нет, ну 70 как-то многовато. Это мне жалко. Это мне жалко. Так. Тут у нас еда пошла. О! Можно колонизировать. Давайте я следующим поставлю колонизацию ТП, чтобы сюда можно было этих Йоша сбросить. Ну и вообще мне корабли надо будет строить следующим ходом. Так, население растет. Очередной уровень парню. Деньги. Ну, уже, наверное... Уже, наверное, можно и культуру попрокачивать. У меня уже довольно много жителей. То есть он мне должен сейчас давать... Сколько тут населения? Девять, да? То есть девять культур еще в ход добавляет, так? Так, модернизация. Блин, потеряла... Я так и знал. Все-таки уничтожают варвары, да. Но я просто это забыл. Мне надо было проверить. Ну, еще минус поселенец. Зато они пока сюда добраться не могут. Это здорово. Мне надо уничтожать этих варваров. Сначала флот сделать и пролететь по этим... Нет исследований в очереди. Потерял науки. Сканирование растений. Нейронная робототехника. Нейронная робототехника. Кстати, производство, да. Давайте возьмем. И все-таки надо что-то на... Военное тоже исследовать. Неизвестная империя 20 улучшений звездной системы сделала. Жаль, не я. Вот, произвожу. Петру Манзукич получил. Следующее задание. Ну, в общем, либо одержать победу в пяти битвах, либо захватить не менее трех систем уровня 2 или выше, либо получить контроль над планетами каждого климатического типа... Вот это, кстати... Ну, это, кстати, вот тоже возможно. Пять науки за жителей на планетах с аномалиями. А здесь... 20 производства за уровень планеты. Блин. И то, и то прикольно. Ну, три системы уровня 2 или выше. Это вообще мне не скоро еще будет? Это мне же еще одну систему надо будет. Ну, это тоже не скоро. Блин. Я даже не знаю. Производство или наука? Производство или наука? Давайте я науку возьму. Попробую. То есть, мне надо всех типов колонизировать. Так, тут пять ходов. Теперь займемся нашими... Вот это у нас корабль поддержки, я так понимаю, защитника. А вот это атакующий. Так что давайте именно его будем улучшать. Поставим... А, двигатель и так стоит. Я все на атаку поставлю. Нафига мне тут защита. Так, значит, как тут действуют... Как тут работают вообще битвы? Они автоматические, к сожалению. Вы никак не можете повлиять на исход битвы. Тут важно только, на что у вас установлено защита и нападение. Есть артиллерия и есть энергетическое оружие. Для того и дальность обстрела. Для того, чтобы понять... Да, давайте мы выйдем. Для того, чтобы понять, какое нам надо делать оружие, нам надо узнать корабли соперника. Вот смотрим. У них атака энергетическая, а защита сбалансированная. То есть, нам... И общая меткость у них на дальней дистанции высокая, на малой низкая. Хотя нет, подождите. Дальняя 50... На средней дистанции у них... То есть, нам бы с дальней дистанции их расстреливать любым оружием, при этом поставив защиту от энергетического. Вот такая идея. То есть, вы смотрите, что у вашего соперника. Значит, нам нужна защита от... Энергетического. Это плазменный щит, я так понимаю. А, он так стоит, в общем-то. Да. Тогда атакующий, давайте... Дальнее 50%. Вот, видите, энергетическое дает 100% дальнее. Поэтому давайте мы с дальней дистанции будем мочить. Энергетическое оружие ставим. Потому что у него защита сбалансированная. У него и что от артиллерии, что от энергетической одинаково. А саму защиту от энергетической. Все. Вот, именно такие корабли будем строить для атаки наших... Ставим корвет, 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 корвет. За 4... За 3 хода у меня уже будет флот из 4 кораблей. Полетим. Нагибать. Ну... О, битва. Нет, отступление. Вот о чем я и говорил. Видите, там напали на меня. Я отступил. Я... Отступление я теряю пол-хп. Сразу половина. В общем, на этом я думаю, я закончу. Первую серию. Думаю, что спонсоры канала все серии должны видеть сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, кстати. Ну, а все остальные продолжения увидят уже завтра. Я думаю... Ну, во всяком случае, мне интересно в это играть. Я надеюсь, что вы тоже с удовольствием посмотрите это прохождение космическое. Хотя, конечно, это будет не так популярно, как Цива. Всем пока, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok